И всем привет народ! С вами ВТГ и сегодня мы неожиданно с вами окунемся в ностальгию. Возможно по крайней мере для кого-то это будет ностальгия для кого-то. Если будет интересно, это будет в новинку посмотреть на игры для PSP. Причем не просто игры, а игры в основном те, которые очень сильно понравились мне, в которые я играл на оригинальной PSP. И сразу, ребят, забегая вперед, я скажу, что я буквально на днях продал консоль в свою PSP. Кто давно меня смотрит, те знают, что она у меня уже была такая достаточно ушатанная, потому что я ее покупал в БУ, она уже не в лучшем состоянии была, но я ее брал в те годы за копейки. Вот, она стоила гораздо дороже, а я ее брал прям незадорого совсем. Вот, и уже прошитую получается. Ну и в общем, вообще как бы PSP это, наверное, первая моя портативка, была первая покупка портативки. Вот, и как бы, да, я ее буквально на днях продал и вспомнил только вот буквально вчера, то что, блин, я ее продал и даже прощальное видео никакое не записал, то что, блин, но все равно у меня небольшая, я не буду врать, с PSP у меня не связано просто там все мое детство, нет, когда я был ребенком, у меня, и что у родителей, что у меня, тем более, таких денег вообще не было, чтобы купить такую дорогую консоль, ну она же раньше дорогая, вроде была там вообще как бы у прям, у элиты, скажем так, у мажористых таких пацанов и девочек. Вот, и да я даже в детстве вообще не знал, что есть такая консоль, чтобы вы понимали. И как бы, вот, ребят, я ее продал, получается, и, блин, вчера вспомнил, думаю, блин, можно же было записать, хоть и как бы, я не знаю, будет ли это кому-то интересно, вообще нужно ли это, но прям, знаете, вот что-то как будто не сделал, вот где-то галочка не поставлена, как я мог, я не знаю. Конечно, я сразу говорю, было бы сложно это все записать, потому что надо же было ее бы как-то в камеру показывать, показывать, игры какие-то включить, показать, да, с PSP, и вот, блин, я на телефон, если бы это записывал, мне кажется, было бы так себе по качеству, поэтому, в принципе, возможно, ничего страшного, но при этом можно было бы записать, но, ребят, я, короче, к чему это? Я нашел выход. Вот, сегодня, как вы видите на экране, да, эмулятор, подождите, я не в ту сторону показываю, потому что у меня инвертирована камера, эмулятор PPSSPP, вот, ну, короче, эмулятор PSP, и мы сегодня на нем посмотрим, вот, на вот эти вот игры, ролик будет, сразу говорю, очень длинным, и сразу, говорю, я его записывать буду не за раз, вот, а поскольку это игр в день, и, короче, потом я это все смонтирую, сложу все вместе, эту картинку, этот видос, и выложу для вас, возможно, это будет видос на несколько часов, но для тех, кому мои видосы ламповые, кому нравится просто меня послушать, какой я бред несу там, я не знаю, свои какие-то мысли, посмотреть при этом на фоне, на игры, причем не самые стандартные, это PSP, не у каждого, опять же, PSP была, вот, а кто-то, может, даже и хотел с ней ознакомиться, но так в итоге и не купил ее, не стал покупать, потому что, ну, она уже устаревшая, как бы, в целом, вот, ну, благодаря мне, благодаря мне, что за, зачем я так сказал, короче, я вам, вот, хочу показать, как бы, даже через эмулятор, хотя бы, посмотрим на игры, в которые, которые, ребят, это вот игры сейчас представлены, кроме одной, кроме одной, все игры здесь представлены, те, которые я играл на своей PSP, и которые, либо много прошел, а если даже много не прошел, то, как бы, они мне очень понравились, вот, ну, и также, конечно, какие-то здесь из игр, про которые я тоже упомянул, скажу, они пройдены были полностью, вот, как видите, список так-то вообще небольшой, причем из них даже половина не были мною, ну, пройдены полностью, но, блин, вот, настолько понравились, вот, настолько я кайфовал, когда играл на PSP, причем, ребят, это было, ну, сколько, лет, лет 7-8, блядь, лет 7, боже, ребят, капец, вот, казалось, что это вот было-то недавно, я сейчас вам о чем хотел сказать, то, что, ребят, да это было-то не так давно, уже на этот момент даже PSP, ну, считалось устаревшее, уже, как бы, типа, и PSV-то уже давно была, действительно, так, вот, насчет Switch'а не помню, Switch'а еще нет, Switch'а еще не выпустили, но PSV-то уже была, да что там, PS4, все дела, и я вам сейчас хотел сказать, то, что, блин, я уже ее там вообще купил, ну, не в подходящее, по сути, время, в том плане, то, что она уже на тот момент нужна была только исключительно фанатам или людям, которые действительно когда-то все-таки хотели с ней ознакомиться, и как бы, да, я ее купил очень поздно, я не помню, ребят, точно какой это год был, но это где-то год 2015-й был, 2015-й, наверное, точно, а может даже 2014-й, вот я с армии пришел, сколько-то там месяцев я просидел, вот, заработал свои первые деньги, я помню, и захотелось вот мне бэушную купить, я на Авито, короче, нашел объявление, договорился с чувачком, и через друга, чувак этот был в Перми, я живу не в Перми, получается, в Пермском крае, но не в Перми, мне до Перми ехать 300, 300, нет, что-то я вру, подождите, ну, короче, если по часам, где-то около трех часов там на автобусе, вот, где-то так ехать, блин, у меня потемнело очень за окном, и вот, как бы, я не обломался, я все равно попросил друга, который у меня живет в Перми, Миха, если ты мало ли это будешь смотреть, привет, вот, не в камеру смотрю, и как бы я попросил своего друга Миху, короче, он мне, он с этим чуваком встретился, я не помню, как-то я Михе скинул деньги через телефон, там, через банки, или что, как я ему, а, нет, я их вроде ему передал уже, когда он мне ее привез, вот, я его попросил, чтобы он мне купил эту консоль у парня, а он, типа, приедет, я с ним рассчитаюсь, он реально съездил, он всю эту консоль посмотрел, вот, спасибо, конечно, Михе огромное, но, ребят, я не могу это не сказать, он ее все проверил, вроде все нормально, но, когда он мне ее привез, оказалось, что там кнопка старт не работает, и те, кто меня давно смотрит, знают, что у меня PSP была со сломанной кнопкой старт, вот, она просто не работает, а в играх эта кнопка во многих нужна, чтобы просто главное меню хотя бы запустить, и, прикиньте, он мне привозит консоль, она уже куплена, по сути, у чувака, у какого-то там, хрен пойми, а у нее кнопка старт не работает, и, честно, меня на тот момент затрясло, не в смысле, не от Михи, то, что он наделал, как он так мог ее купить, если у нее старт кнопка не работает, а в том плане, то, что, блин, что я сейчас делать буду, вот, Миха, понятное дело, он не особо разбирает, ну, он и сейчас, как бы, не особо, и раньше не особо разбирался в этом, как бы, он, но он меня выручил все равно, ну, короче, вот, он когда привез, я такой, Миха, у нее кнопка старт не работает, говорю, что делать, вот, я, короче, запаниковал тогда, но я начал сразу же, тут же, моментально искать в тот же день способы решения в интернете, короче, начал гуглить, можно ли как-то, я не знаю, кнопку старт перебиндить на другую кнопку, то, что консоль же прошитая, вот, и, ребят, в тот же день я нашел способ, там есть, так, так, ну, как, конфиг файл какой-то или что, или, типа, какая-то программка вшитая в Homebrew, короче, называется она Remapper, типа, вот, и она, короче, тебе может кнопки, как хочешь перебиндить, там, не знаю, кнопку старт переделать, да, хоть на кнопку X, кнопку X переделать, хоть, не знаю, на крестовину вверх, там, короче, вообще любую кнопку переделать, вот, я, короче, скачал, я, конечно, долго сидел, маялся, как это все настроить, настроить, потому что там все тоже не просто так, тем более гайды по настройке этого Remapper были, капец, какие устаревшие, там, чуть ли не 2006, ребят, года, прикиньте, там, эти файлы, причем файлы сами были этого Remapper, и мне повезло, что я вообще нашел этот файл, скачал его, короче, вообще заморочек было много, но я в тот же день, или, может, на следующий день, я сделал PSP, я ее, как бы, да, купил, к сожалению, вот, можно стать сломанную, ну, блин, говорю, через друга это дело, если бы я сам ее ездил проверять, все, я бы сразу, как бы, блин, кнопка старт не работает, чуваки, извини, что за бред, что, что, он мне про это, прикиньте, не сказал, я вот не помню, ребят, написал ли я ему в тот же день, типа, то, что, ты что, почему, ну, зачем так, типа, сделал, вообще, не было слова сказано про сломанную какую-то кнопку нерабочую, не помню уже, честно, были у меня какие-то с ним контры по поводу этого, нет, вот, ладно, хрен с ним, в общем, тот же день, или на следующий день, ребят, извините, у меня летают комары, или что это такое, вот, в тот же день, или на этот же день, и я, короче, ее починил, все, я сделал кнопку старт, и я просто, я не знаю, я был счастлив вообще, то, что, даже не то, что у меня есть эта консоль, конечно, было приятно, то, что меня столько игр ждет, портативка реально крутая, даже в те годы, то, что я говорю, я ее очень поздно взял, это 2014 год был, блин, уже не выпускалось PSP, вроде, насколько я знаю, в те годы, вот, может, я путаю, но, ребят, сколько меня игр крутых ждет, я, меня даже на тот момент, это так вообще круто было, то, что, блин, это крутая консоль, все дела, вот, ну, и то, что я был счастлив, то, что я смог починить сломанную, по сути, консоль, ну, как не починить, ну, короче, типа, блин, сделать так, что я смогу на ней играть все-таки, и действительно, ребят, после этого, чтобы вы понимали, этот ремап у меня действительно работал, и все, я во все игры мог играть, старт у меня стал работать, но через другую кнопку, и кто разбирается в PSP, знаете, на какую кнопку я старт переделал, на кнопку подсветки экрана, вот, и получается, у меня просто подсветка была на одном уровне, я ее вообще не менял, я вроде впервые, ну, первое время вообще играл на PSP с самой низкой подсветкой, не знаю, почему я так делал, потому что последнее время, насколько я помню, вы посмотрите на вебке, какая темень у меня прям то светлеет, то темнеет, ну, солнце, видимо, и, короче, вот, что я говорил, то, что я поначалу играл с низкой яркостью, получается, на PSP, чтобы батарею дольше держало, вот, а потом последнее время я, наоборот, переключился на самое высокое, потому что, ну, мне и так тусклым экран казался, я не знаю, может, у меня что-то с экраном становилось, что он какой-то, я не знаю, не яркий, ну, короче, я уже на высокой яркости играл, и она все равно мне казалась невысокой, действительно, сейчас, если посмотреть, вот, ту же PSP, надо было все-таки видосик вам записать, там бы было видно, то, что, ну, тускловатый экран, но в целом все равно сойдет, играть можно было, и вот, как бы я на эту кнопку яркости переделал себе кнопку старт, потому что этой яркостью я не пользовался, а если даже мне надо было яркость все-таки переделать, там можно было с зажатием кнопок уменьшения громкости и повышения громкости, зажимаешь их, у тебя открывается это сразу, хоть в Homebrew в меню в самом главном PSP, хоть в самой игре у тебя включается это меню ремаппера, ты можешь его отключить, это приложение получается, да, вот, и яркость получается себе настроить, потом опять зажимаешь эти две кнопки громкости, и, короче, включаешь ремаппер, все, у тебя опять на кнопке яркости кнопка старт, короче, вообще было, блин, так-то это круто вспоминать, я не знаю, какая-то вот это все равно ностальгия, прикольно, хоть и таким бредом страдал, вот, и, ребят, вот такая у меня с костылями, короче, такая вся, как правильно назвать-то, короче, вся такая замороченная, какая-то перемороченная консоль была, но она мне все равно умудрилась подарить просто капец какие эмоции, еще я вам также скажу тоже, ну, блин, я хочу просто рассказать про PSP, это все-таки ролик про PSP будет и про игры, вот, то, что когда я ее вот купил, все, я старт переделал, все круто, я, короче, заметил, что у меня кнопка стала залипать, кнопка, вот верхние шифты у нее были, ну, если их можно так назвать шифтами, вроде R-шифт, получается, правый, он начал залипать, сам срабатывать, короче, я начал замечать, меня это начало бесить, и тут я решил, короче, разобрать консоль, я действительно ее разобрал, я ее полностью почистил от пыли, потому что внутри она была просто пиздрикс, вообще там, там было все ужасно, вот, я ее почистил, и я тоже побавился то, что, а вдруг я сейчас почищу, ничего это не даст, и кнопка будет залипать, ну, и, короче, все равно деньги на ветер, и так кнопка-то уже старт не рабочая была, я хоть ее починил, все равно было неприятно, знаете, такой осадок, но я, короче, ее разобрал, почистил, все, кнопка после этого больше вообще меня не беспокоила, и я играл, я действительно играл, и это было вообще круто, ребята, это было охренительно, я вообще, наверное, первые месяцы просто действительно, я не говорю, что целыми днями, понятное дело, нет, я никогда не был таким игроком, по крайней мере, уже в сознательном своем более-менее возрасте, там, опять же, где-то, ну, вот, после армии точно я уже вообще не был таким игроком, что я мог целыми днями сидеть за играми, и вот, за PSP я тоже целыми днями не сидел, но я ее брал куда угодно вообще, я не знаю, поехал куда-нибудь к друзьям, там, я не знаю, к родным, да я даже гулять ее вроде с собой брал, но особо на гулянке я точно и не пользовался, не до этого было, вот, не знаю, там, к родителям поехал, когда я не с ними жил, вот, тоже ее с собой возьму, и мне было чем заняться, если, допустим, мне было скучно, она прям выручала, как вот сейчас, допустим, меня выручает мой свитч, блин, извините, на экране я не смогу его достать, показать, в портфеле лежит, вот, и, в общем, да, эти годы были охренительны, но, опять же, так сказать, честно, признаться, я, может, первые, первые года 3-4 на ней что-то еще играл, что-то на нее качал, вот, иская, ищая, короче, игры для нее, да, был в поисках, вот, что-то, что-то такое, а потом, как-то, знаете, забрасывать стал, и забрасывать стал от того, что она мне реально какой-то ушатанной стала казаться, уже не такой комфортной, я не знаю, уже какие-то, она вроде все равно у меня в состоянии более-менее нормальном была, но экран какой-то стал пошарпан, и вообще чересчур, и так был не в идеальном состоянии, тоже уже такой потертый, с царапинами был, когда я ее купил, а там вообще потом со временем он стал еще хуже, к тому же, ребят, за время того, сколько у меня была вообще PSP, я ее успел отдать брату, потом я понял, что он ей особо не пользуется, я ее обратно у него забрал, да, как бы, типа, подарки, не отдарки, там, и все такое, вы знаете, но, действительно, короче, я помню, что я Ротике, ну, Ротику, вы знаете, я ему отдавал эту консоль, но у него тогда вроде комп уже, что ли, свой был, что-то вроде, да, у него была какая-то платформа, вроде компьютер какой-то, и как бы он за эту PSP особо не садился, вообще, она у него просто валялась, и мне так потом жалко ее стало, я говорю, блин, зачем я тебе ее отдал, короче, забрал, и ему вообще пофиг было, он, конечно же, не обиделся, потому что, ну, реально она ему не нужна была, вот, Родя, если смотришь, подтверди, вроде так оно и было, вот, сейчас Родя, блядь, напишет, скажет, то, что, сука, он у меня ее забрал, козлина, вообще, я так-то хотел на ней играть, бля, если, если это так, то, ребят, я в натуре козлина, возможно, я действительно у него забрал, я не знаю, ну, короче, я помню, что мне что-то жалко ее стало, я думаю, лучше я ее, короче, заберу себе и буду еще на ней поигрывать, я что-то еще какое-то время там на ней поигрывал, знаете, и потом опять ее забросил, она у меня тоже лежала, но она у меня не валялась, она у меня где-то лежала, осторожно, там, тихонечко, там, вроде даже в какой-то коробке и все, как бы, никто ее не трогал, вот, потом я своим племянникам, там, давал ее, короче, поиграть, вот, несмысленно всегда, уже не дарил ничего, но тоже давал поиграть, и, короче, вот, она за это время, она подушаталась, действительно, вот, в моих руках всегда все осторожно было, но, как бы, вы меня, конечно, мои племянники и мой брат, извините, но они не так это все бережно с этим, короче, обращались, и, ну, она реально подушатанная стала, хоть и в целом все равно рабочее играть можно было, ну, и мне как-то, я вот говорю, у меня тоже интерес пропал, то, что она такая вот не супер приятная, вот, сама на вид, если бы новенькая была, я бы, наверное, все еще поигрывал, вот, реально, я, кстати, даже задумываюсь снова себе PSP-шку взять новую, и, возможно, когда-то, если найду хорошую по цене, но это, возможно, навряд ли, потому что кое-что сейчас вам тоже скажу, что я хочу PSP-шку сделать, вот, и, как бы, поэтому, да, консоль потом лежала, вот, последние годы, она уже, наверное, последние 3-4-5 лет, она прям вообще лежала просто, к тому же, я стримить стал, у меня, в основном, стационарные игры, вообще, я из портатива особо ушел, да, чтобы вы понимали, немножко здесь затрону PS Vita, я же PS Vita себе еще покупал, вот, PS Vita я покупал в 16-м году, в 16-м, в 16-м или 17-м году, вот, считайте, я PSP какое-то время пользовался, потом еще Vita взял, я на Vita несколько игр прошел, совсем мало, немного, потому что они там конских денег всегда стоили, я там что-то, что-то себе сколько-то игр купил, она у меня была не прошитая, но в идеальном состоянии, хорошая, я ее за 5 тысяч взял сразу с несколькими играми, полный комплект, короче, все дела, вот, и как бы поиграл, тоже поиграл, мне капец как понравилась вообще PS Vita, крутая консоль, тоже, может, как-нибудь поговорим о ней нормально подробно, и вот, я даже PS Vita потом продал, PS Vita, кстати, улетела гораздо раньше, вот, я ее продал еще в году так, в году так, 17-м, 18-м PS Vita, вот, и на эти деньги, на которые я продал PS Vita, я ее продал за 4 тысячи уже, а не за 5, хотя мог, она в идеальном состоянии была, мог за пятерку также ее и отдать, вот, я ее за 4 тысячи продал, и ровно на эти же деньги я купил себе God of War, новый God of War, который ремейк, вот этот перезапуск вышел, и это было с самой моей просто ошибочной покупкой, потому что я не фанат нового перезапуска God of War, он, конечно, охренительный, крутой, но, опять же, кто меня давно смотрит, вы знаете, какое у меня к нему отношение, я его еле допрошел, мне сюжетно вообще не вкатило, вот, в плане феерии, крутая, конечно, игра и все такое, ну, и, короче, я на тот момент же стримить начинал, все такое, и я думал, что вот я God of War постримлю, и у меня прям народ подвалит, все дела, ребят, и, чтобы вы понимали, на новом God of War у меня 2 человека сидело, когда у меня уже там онлайн примерно до десятки поднимался, типа 10 стабильно людей, там, на эти, а на God of War 2-1 человек вот так вот сидело, и, короче, да, это было тяжело, я вообще, ну, это тоже был такой толчок, то, что, блин, нахреня вообще эту игру убрал, но я хотел ее постримить, людям показать, потому что вот я ее в первый же день стал стримить, как она только вышла, короче, это была ошибочная покупка, вот, но я ее покупал в цифре, не диск, ну, ладно, не в этом суть, и, короче, вот я PS Vita продал, PSP у меня еще лежала-лежала, никуда ее не девал, и вот, короче, на днях я ее продал, капец, ребят, вступление просто на 20 минут уже, и мы еще даже игры не начали смотреть, но это круто, я думаю, для кого-то это ламповую историю, прикольно будет послушать вообще, как она у меня была, PSP вообще, что с ней происходило, откуда, зачем, вот, и сразу скажу, забегая вперед, потому что потом забуду вам об этом в сайте, может кто-то и не досмотрит до этого момента, что я хочу сделать с PSP, ну, типа, вы, возможно, спросите то, что ты хочешь новую PSP брать, вроде и да, возможно, в коллекцию, но, ребят, у меня есть другая идея, то, что я же хочу свитч потом прошить в дальнейшем, помните, я заикался тоже про это, и я вот думаю, просто там накатить тоже PPS-PP вот этот эмулятор, а он там вроде как, насколько я знаю, отлично идет, там PS2 еще эмулятор, да, скрипя зубами как-то еле и работает, но PSP, насколько я знаю, вообще идеально работает, все круто, по крайней мере, там если поднастроить, все хорошо, все игры работают, все круто, еще и в разрешении получше, там не в один-в один, вот, поэтому, как бы, в принципе, у меня если на свитче будет PSP-шка, нахрен мне тогда сама PSP-шка, короче, как-то так, но я говорю, если нормальный какой-нибудь вариант попадется, я, может, себе PSP тоже возьму и PSV-ту когда-нибудь тоже обратно ее тоже выкуплю, но не ту же, которую я, конечно, продавал, я уже не помню, кому я продавал, просто имею в виду, что опять куплю и пускай будут в коллекции, а может и нахрен мне оно это надо, я сейчас, в принципе, диски коплю и стационарные консоли у меня нужные есть, мне этого, в принципе, хватает, еще PS2 надо взять. Вот, такие, ребят, дела, в общем, вот так вот я купил PSP, и вот так вот я с ней жил, у кого она только не побывала, вот, причем я забыл еще сказать, ребят, когда я ее Роди отдал, почему она такой подушатанной стала, когда я ее Роди подарил, Роди, извини, что я это рассказываю, он ее, блядь, покрасил, нахрен, ну, у меня Роди еще лет было сколько, он совсем еще, лет 14, ему 15 было на тот момент, ну, совсем еще малолетка, короче, и я помню, что он ее решил зачем-то покрасить, короче, я не помню какую-то краску, то ли от баллончика, то ли что это за краска была, и, короче, он ее вроде сначала покрасил, было реально прикольно, даже я такой, нифига, вот, вот, но потом эта краска вся стала облизать, и, ребят, чтобы вы понимали, на этой PSP она облазит все еще, и там вот из-за этого облизания, то, что, я не знаю, короче, такие сколы, ямки, вот это вот все появляются, короче, ну, реально обшарпанная такая убогая консоль стала вообще, вся в этих, тоже в царапинах, во всем вот этом вот, то, что эта краска вся отпадает, короче, вообще, блядь, и, чтобы вы понимали, раньше еще от нее руки чернели, ты играешь в нее долгое время, и у нее, у тебя от этой краски, она, видимо, руки потеют, или что, и она начинает, у тебя пальцы начинали чернеть, короче, вроде это капец наделал, прикол, еще был момент, короче, тоже скажу, пока не забыл, когда еще PSP была у меня, это, кстати, вообще первые еще месяцы были после покупки, вроде да, но первые полгода точно, вот, я в нее сам играл, никому я ее, конечно же, не отдавал, и все такое, и помню, я что-то на сколько-то дней куда-то уехал, а PSP оставил дома, я не помню, куда-то на отдыхе, или что, где-то я, короче, был, и я приезжаю, у меня были, получается, пройденные какие-то игры, уже там сколько-то, на сколько-то процентов, сохранки, все дела, я приезжаю, короче, у меня сохранок нет, у меня поврежденные файлы, короче, я так и так, что за херня, короче, я не помню, то ли я как-то выудил у Роди, то ли что, ну, короче, он то ли сознался, то ли, то ли, короче, вроде он сознался уже там, со слезами на глазах, или что, короче, то, что пока меня не было, он с друзьями решил взять у меня эту консоль, поиграть, хотя я вообще как бы не разрешал, и Роди всегда знает, если Вова не разрешает, то лучше вообще не лезть, ну, да, ребят, я такой, потому что я не люблю, когда без спроса берут мои вещи, вот, я, если надо, сам позову поиграть, там, предложу, и все такое, как бы, а тут вот так вот, и он как бы взял ее, считайте, без спроса, зачем-то доставал флешку, которая тоже в этой PSP была не самая такая нормальная, там был переходник для флешки, обычной microSD, и этот переходник, он тоже еле дышал, он такой уже покоцанный был, и вот Роди его зачем-то там с друзьями доставал, непонятно, зачем это ему флешка, я не знаю, может он друзьям показывал, как это все выглядит, то ли что, и, короче, он ее, видимо, доставал, файлы что-то там повредились, короче, все, все с охранки нахрен слетели, он испугался, так они, может, и не поиграли в нее, ничего, ну, короче, я приехал, я, я ему, помню, про бездончик авто ставил, нормально, не, ну, я его не бил, ничего, но, я помню, я прям на него разозлился, то, что у меня была сохранка жесткая, короче, Burnout Legends, которая мне капец как понравилась, мы ее тоже, ребят, будем в этом ролике смотреть, я там ее столько прошел, и причем, ребят, это одно из самых сложных прохождений на PSP было, ну, она реально сложная игра вообще, я там гонки просто на золото все пытался выбивать, и они у меня все, вот, до сколько я до прошел процентов, они у меня все были выбиты на золото, а брат мне, короче, бац, вот такую подлянку сделал, и, ааа, как у меня, короче, бомбило на тот момент, ну, да ладно, в этот же день забылось это все, как бы, ладно, брат был прощен, и все нормально, ну, насколько я помню, по крайней мере, а может он целые недели просто отлетал, потом от меня с пиздюлей, ладно, я шчу, вот, в общем, такие дела, блин, это было круто, ребят, вот, знаете, вот, вот, казалось бы, какие-то гребаные консоли, блять, для кого-то это вообще ребячество, типа, ты че еще ребенок, нахуй, иди лучше машину себе, там, на машину заработай, квартиру там купи, а мы вот с вами разговариваем про консоли, про какие-то игры, блять, а это же такие крутые воспоминания, это, это же такая, действительно, ностальгия, это, блять, это вот частичка какая-то нас, можно сказать, частичка нашей жизни, которая нам тоже такие безумные, охрененные эмоции подарила, вот, вот, если согласны, вот, поставьте просто лайкос, на это видео, ну, и на этой ноте, давайте уже, блин, смотреть игры, ребят, как вы видите, сколько тут игр, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, восемь, девятнадцать, двадцать, 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 23, 24, 25. Вот, казалось бы, 25 игр не так-то много, но, блин, я хочу на всех на них минут по 10, наверное, по 20 посмотреть. И представляете, насколько это затянется? Ну, я говорю, посмотрят только полностью этот видос только те, кому я действительно интересен, просто вообще как человек со мной вот просто лампово посидеть, послушать меня, короче. Досмотрят только самые-самые самые такие, короче, люди. Вот. Ну и давайте, я думаю, с первой начнем сразу вообще просто по списку Assassin's Creed Bloodlines. Вот. Да, короче, сейчас с нее начнем и расскажу вам немножко, что я вообще об этой игре думаю. Погнали. Ну что, друзья, вот Assassin's Creed у нас Bloodlines. Сразу говорю, полностью игру я не проходил. Кстати, я уже вижу, что у нее какие-то артефакты вон есть, как вы видите, да, справа какая-то полоска вон такая вертикальная. Вот. И, ребят, будем оценить игры в 1080 разрешение, получается, да. Это 4Х вроде здесь идет в эмуляторе. Да, они в 4К, извините, потому что записываю, во-первых, вообще через монитор, который у меня только 1080 поддерживает. А во-вторых, 4К, наверное, у меня со стримом вот этот эмулятор, ну, начнет, начнет подфризивать по любасу. Поэтому 1080, я думаю, нормально. 4К этому эмулятору, мне кажется, ну, совсем не нужно. Если только реально на 4К телеке или мониторе играть. Вот. Я, короче, отключил обучение. Вот это вот все убрал. И просто мы сейчас сразу будем. И, ребят, сразу скажу. Я не помню управление, вообще, как тут играть. Но сейчас мы попробуем. Вот бегать у нас получается на R, да. Так. И сразу могу сказать, игра выглядит классно. Ребят, это, по сути, графика PlayStation 2, по ощущениям, да, как бы, вот. Очень-очень-очень похоже и очень круто выглядит. Так. Вот он получает. А, он межит. И так. А как он прыгает? Так, смотреть вниз. Подожди. А, вот он прыгает. Так. Он сюда запрыгнуть может наверх? А, вот. Вот так вот. Нихера себе. Вот. Сейчас немножко буду управление вспоминать, а потом, я думаю, это. Ну, конечно, тут неполноценная игра будет. И мы не на графику смотрим. Мы просто вспоминаем немножко игры. Минут по 10, по 20. Вот. Почему я, ребят, считаю это лучшим Assassin's Creed? Да потому что, блин, он более линейный идет. Так, схватить. Давай, схватим его. Подожди. Нет, это слиться. Не трогай меня. Так, атака. Ну-ка, давай. Подожди. Ребят, я не помню, как здесь стилсить, короче. Поэтому оно как-то вот так вот тупо так уклонится. Не, ну вы посмотрите, охренительно. Анимации даже нормальные. Вот не какие-то, я не знаю, проработанные, более-менее анимации. В них веришь? Блин, ну он с мечом. Я навряд ли сейчас смогу что-то с ним сделать. А у меня как меч вообще достать? А, вот у меня меч. Ну все. Сейчас, короче, им капец будет. Опа, подожди, тихо. Так, все, эти готовы. Блин, надо как-то со стелсом тут разобраться, потому что я не знаю. Я бы, честно, даже перепрошел эту игру. Вот. И еще раз вернемся к тому, почему я считаю ее лучшей. Да потому что, блин, ребят, я не люблю игры в открытом мире. И Assassin's Creed у меня тоже вот за этот ее открытый мир меня они как-то вот я не знаю. Вот не хочется в этого все играть, вдупляться. А здесь она идет вот линейная. У тебя просто обширные локации. Насколько я, по крайней мере, помню. Может здесь где-то есть прям открытый мир, но вроде здесь как она более линейная, но с открытыми такими локациями. Так, слиться. Подожди, атака. А как его схватить? Подожди, атака. Может. Я, как-то, видимо, можно его вырубить здесь, но я, я пока что не понимаю, как надо было обучение пройти. Но, ребят, мы же не будем в ролике обучение проходить. Это бы тупо было. Так. Все, этот готов. И сейчас этот тоже будет готов. Чекай. Смотри. Опа, на. Все. Вот. И пока вам, возможно, кажется, этот геймплей какой-то примитивный, но, ребят, вот когда начнутся более-менее такие обширные локации, здесь надо будет реально там по зданиям тоже лазить, прятаться. Там тоже будут всякие NPC ходить и как бы это не тот открытый мир, что в оригинальных Assassin's Creed, но он тоже прикольно. Вот здесь как-то это все сделано и мне такой подход нравится больше. Вот в такой Assassin's Creed я бы даже в какой-нибудь современный поиграл, но, к сожалению, Assassin's Creed это всегда были игры про открытый мир, про кучу всяких побочных основных заданий и все такого. Так, куда-то мы, короче, прошли. Вот. Проникните в крепость Акры и не дайте тамплиеру уйти. Найдите командира тамплиера. Игра полностью на русском это вообще охренительно. И прикиньте, вот когда ты на PSP на маленькой портативке играешь в Assassin's Creed хоть и да, это отдельная часть, это по сути игра для портатива, но она тоже вот так охренительно играется, по сути очень, очень прям как Assassin's Creed она еще полностью на русском у тебя все разговаривают, тут кат-сцены, тут сюжет. Ребят, ну блин, даже в 14-м году, когда я там или в 15-м купил эту консоль, я даже тогда охреневал, для меня это было просто что-то невероятное. Хотя там на телефонах уже получше наверное игры были. так, ну-ка давай его схватить попробуем. Ну я не знаю, он почему-то просто так, парировать можно, уклониться. А, о, нифига есть уклонение, парирование. Опа, что-то я не понимаю, как парировать пока что. И вот на третий раз он постоянно, заметили, он их постоянно протыкает и все. Вот, такс. Блин, хочу стелсить, научиться и вырубать противников осторожно. А, ох ты, что ты сразу выбежал-то? Блин, ребят, графон охренительный. Я вот сейчас в 1080 играю, да, конечно, если вот на сам фон присматриваться, он такой достаточно как бы, ну видите, да, текстуры вообще их просто нет, это все размазано. Но на самого персонажа, если посмотреть, он даже в 1080 охренительно выглядит. А прикиньте, как он выглядит на самой PSP. Он там такой весь детализированный, классный. Это круто. Ну вот, они меня, короче, палят, ребят, к сожалению. Я не могу. Так, а можно эти ящики как-то? Нет, ящики не работают. Так, а что здесь есть по менюшкам? Вот есть, как бы, карту можно открыть. Перехват, допрос, слежение, схватка, доставка. Вот, вот это, кстати, задание, которое ты тут можешь брать. Но это все еще не открытый мир, несмотря на то, что есть здесь разные вот такие задания, с разным стилем, да, игры, вот, это все равно не как задание в открытый мир. Здесь что-то похожее на открытый мир, но гораздо менее по масштабам. Ой, подождите, это я случайно скоро сделал. Ладно, погнали. Сука, это что такое? Не, вот это вот охренительная игра, блядь, охуенный, Assassin's Creed, ребят, просто обожаю. Ладно, извините, вот, у Вовы бывает. Так, смотреть, можно, можно осматриваться. На PSP же не было тогда левого, ой, правого стика. И осматриваться приходилось на специальные, эти, на кнопки X, квадратик, треугольник. Так, где-то здесь челик ведь ходит. Так, куда он делся? Подожди. А я что, этого челика завалил? О, кстати, там он наверху, эта штучка есть интересная. давай вот здесь залезем. Вот тут тоже залезем. И вот тут. Э, что ты что? Да прыгни. Ого, рваешь. Так, вот это возьмем. Серебряные монеты какие-то, которые ты можешь собирать. Это вообще же классно. Ребят, чем мне вот этот вот эмулятор нравится? То, что он сразу подхватил у меня мой геймпад Xbox 360. Мне даже настраивать не пришлось. Все кнопки работают круто, как надо. И то, что вот у этого эмулятора есть вот подобная функция, как бы, вот так вот просто по... Не, на самом деле, как бы смешно не было, ребят, охренительная функция, потому что, вот допустим, вот просто мне вот вам хочется показать игру, но несмотря кат-сцены, да, там не спойлеря или просто перемотать их, мало ли они не отключаемы. Ты просто включаешь вот так и у тебя кат-сцены просто быстро, короче, вот так вот проходят и охренительно просто вообще. Не, классная фича. А, вот. Так, ладно. Блядь, как он медленно ходит, поэтому приходится на самом деле бегать. Не, если я сольюсь, как бы, он тогда ведь ничего не взял. как присесть? Можно как-то... Все уже, блядь, бежит со своим мечом. Сердекс. Ну, я уже знаю, что на третий раз я его точно втащу. А, смотрите. О, у меня еще какой... А, он еще кинжалами кидается. Их можно обратно брать. Охренительно. Так, что еще здесь есть? Просто кулаки. А вот это что? А, есть вот... Есть, ребята, даже вот этот у него в руке, который... Нож такой идет для стелс-убийств. Охренительно. Ассасин! Здесь ассасин! Ассасин! Дайте ему ассасат! Ассасин! Ассаси! Так, ну-ка давай. Опа, опа, он меня... Нихера себе! Вы просто видели, он меня обстолк головой. Так, ладно. Э, камера, поверни камеры. Вот, кстати, камеры, я не понимаю, как вообще поворачивать. Не, я понимаю, подождите. Вот, вот так вот можно поворачивать. Ну, к этому надо привыкнуть. Это, к этому надо привыкнуть. Это все как-то не быстро так получается. Вот, ладно, давайте, может, мы сейчас до открытого мира немножко дойдем, хоть вам показать. О, смотрите, какие... красоты, просто графон уровня PlayStation 5. Не, ребят, это охренительно все равно. Я ни в коем случае не... Ну, типа, я угораю, но я все равно, ребят, для меня этот визуал, он охренительный. Вообще, для меня вот эта игра, допустим, несмотря на то, что я ее полностью не прошел, я расскажу, почему я ее полностью не прошел. Вот. Для меня эта игра гораздо более значима, чем сейчас новый какой-нибудь ассасин там, я не знаю, или вот должен выйти вот этот шедоус. Что-то нахрен он нужен, несмотря на то, что там действительно, там ниндзя, можно будет за деваху поиграть. Но нахрен надо, там опять все будет в этих никчемных вопросиках, и... Это разве ассасин? Это уже ассасин на туре какой-то. Вот, а вот это реально крутая игра. Ну и короче, ребят, сейчас посмотрим, и кое-чего вам скажу. О, это вроде босс, нет какой-то первый идет. Где мои корабли? Мне сказали, что будет еще 8. Извините, Мария, но мы сделали все, что в наших силах. Что у него такое лицо? На нем еду, на груз. Просто стоят. Как же нам добираться до Кипра? Лицо попроще сделает. Не, ну ребят, охренительно. На PSP, катсцены, разговоры, не просто какие-то, знаете, набор миссии стрёмных. Ну ты посмотришь. Блин, мне кажется, в те годы это просто мечта была. Лимасоло? Ну ладно, давай. Так, а если вот так, ты как, ты как, ты как, ребята, но мы все равно не катсцены смотрим. Так, Мария. Тихо, ох ты. Хуй. Так, сейчас будем, сейчас будем парировать. Так, как думаете, я ее с первого раза завалю? Игра на самом деле, ребят, сложная. Вот. Опять же, одна из причин, почему я ее не прошел. Смотрите, можно как. Это одна из причин, почему я ее не прошел. Наверное, это единственная причина, почему я ее не прошел. Потому что игра мне показалась сложная. Что это? Ой, извините, я пропустил катсцену. Ну, ребят, ладно. Не катсцену, сюда пришли, смотрите. Я ее, вообще, ей удара ни одного не нанес, она все блокировала. И при этом, вот. Ну, это, видимо, так задумано было. Блин, это охренительно. Ребят, я хочу эту игру полностью перепройти, даже на эмуляторе. Вообще. Ну, наверное, я это сделаю, когда у меня будет уже на свече. На свече я просто все игры начну перепроходить на PSP. Я Burnout Legends по-любому полностью пройду. Так, продолжить сессию. Можно улучшения ставить? Охренеть, ребят. Автоматическая блокировка атак. Можно прокачиваться, вы прикиньте, насколько охренительно. Оружие альтаиры разит сильнее. Альтаир быстрее становится неприметным, когда прячется. Увеличение скорости синхронизации. Пять полосок синхронизации. Синхронизация типа здесь что это? А, ну это жизни, да? Или что? Альтаир может нести четыре метательных ножа. Охренительно. Ну, конечно, сейчас мы качаться не будем. Вот. Продолжить. Сейчас вроде вот уже небольшой открытый мир пойдет. А, курс обучения. А, так вот сейчас походу. Ну, вот смотри, я его выбрал в качестве цели. Нажмите кнопку вверх, чтобы выбрать скрытый клинок. А, вот сейчас мне покажут только еще как делать скрытные убийства что ли? Нажмите. Вы посмотрите камера как охренительно сделана. Это PSP. Я не верю, что это PSP. Я вроде это когда-то уже видел, но я вообще забыл, что тут настолько круто. Я как будто играю не в PSP сейчас на эмуляторе реально в какой-то Assassin's Creed на ПК. Только, ну, конечно, с графикой, да, соответствующий. Так, рядом с солдатом, чтобы убить его. Оказывается, вот как это работало. А почему у меня не получалось? Я же вроде так и делал. Ну, я только не выбирал врага, да, как бы не нацелился на него. Так, тот такой типа, что происходит? Э, никого рядом нет. Кто его убил? Эй, ты с капюшоном сюда иди. Нацели, человек. Эй, ты, седи, есть. Чтобы стать неприметным, уйдите из поля зрения солдаты, спрячьтесь в беседке на крыше. В беседке. Спрячьтесь с бефездой. Да, блядь. Во, все, мы залазим наверх. И сейчас от него, короче, прячемся. Все. Смотри, сейчас он такой, хоп. Э, я не пал, а он где? Че? Нихуя не вижу. Извините, ребят, замах. Ну ладно, пойду дальше чай пить с бубликами. А, вот, вот, вроде. Небольшой открытый мир начинается. Не, ребят, серьезно, вот у кого есть ПК, вы хотите хоть как-то прикоснуться к PSP вообще вот этой всей теме, да? Ну, не думайте ее покупать, ничего. Закачайте эмулятор, поиграйте. Охренительно, вы посмотрите, в 1080 если у вас глаза не будут вытекать от этих текстур, то играть можно и кайфовать вообще. Я лично, мне вот вообще в таких играх графика не важна. Я, конечно, люблю красивую графику, еще как люблю, но графодрочером каким-то, что я вообще вот в такое старье, типа, да, со старой графикой никогда не проиграть. Это вообще не про меня. Опа. Под капюшоном всего лишь старый страшный ассасин. Альтаир? Александр, ты получил мое послание? Я решил, что это ловушка тамплиеров? Ну, прям вообще сюжет, сюжет. Наживка тамплиеров, девятый. Ни сюда, ни сюжет пришли смотреть. Ну, что, ребят, небольшой открытый мир. Найдите убежище повстанцев на рынке Лимассола. Отправляйтесь на рынок Лимассола. Вот, получается, вот это мы сейчас на рынке вот этом, да, будем играть, типа локация. Вот, видите, небольшой можно стать хаб такой, короче, вот, которым нужно выполнять задания, скрываться можно и все такое. Вон, тоже люди здесь ходят. Можно вот этому подойти, ты чё, сука, ты кто такой вообще? Сними свои просто кольчугу свою. Так, еще монету нашли. Ну, это, по-моему, вообще, ребят, топ. Это реально крутая игра. Вот, короче, я так вам иниверсал, почему я не допрошел. Я ее на нее забил из-за того, что я очень жестко бомбанул в этой игре. Вот, я дошел здесь не так сильно много, насколько я помню, но я, короче, дошел здесь до босса, там какая-то ведьма, типа, будет. Хоть, сейчас, подожди, я его вырублю. Опа, еще кто-то идет, или это обычный человек? Так, давай, это мы вот так вот. И, короче, я дошел здесь до какой-то ведьмы, там какая-то реально как Боба Яга, она такая быстрая, резкая, и, короче, ребят, вот она босс. Ее надо завалить. Я вам сейчас бы с удовольствием показал этот момент, но ни сохранения, ничего у меня нет. Блин, и сколько я ее не пытался. Я ее вроде даже уже почти заваливал, но она меня все равно потом, короче, уничтожала. И я вот пытался, я там уже сложная, ну как бы нормальная такая по сложности. Для кого-то может это легко было, кто-то, кто, ребят, окей, проходил эту полностью игру, скажите, было ли вам сложно там на какой-то ведьме, я не помню, как она выглядит, но это вроде какая-то ведьма была такая, она там каких-то двойников вызывала, или что-то тут такое фантастическое жестко было. Вот, я на ней бомбанул, короче, и я забил. Я из-за этого удалил эту игру, несмотря на то, что мне капец какая-то Assassin's Creed понравился, ну, не знаю, вот в тот момент я не захотел почему-то, короче, добивать ее, пытаться все-таки пройти эту ведьму, вот, но это было круто. Я вот сейчас вспоминаю этот файт с этой ведьмой, это было классно, ребят, и это было, опять же, повторюсь, на PSP, блять, на PSP, боже, на портативке сраной, представляете, портативки. Так, а если я сюда сейчас, а, все, уже сюда нет. Так, так, это типа, короче, Dark Souls, шу-фу-шу-шу, парируем, всяко там, уклоняемся. Тут вроде даже какие-то добивания есть, типа, о, смотри, ни хрена, о, щитом, а вот что щитом делать? Опа, блин, я хотел, во, смотри, видали? Добивания даже есть, это ахуи просто, я, честно, у меня нет слов, я, я вот в такое хочу поиграть, перепройти этот, и, наверное, вот я его буду на PSP, ой, на свече, я его буду перепроходить. Смотрите, можно прятаться, можно тоже с вышек здесь прыгать, вот как в оригинальной игре. Ну-ка, если мы сюда пройдем? Здесь, видимо, переходы между локациями. Да, в натуре, нифига себе. Короче, ребят, вот такая игра, мы можем здесь долго сидеть, на самом деле, играть, но, блин, по-моему, это охренительно, да? Вот я, к сожалению, вот так и не допрошел ее, потому что был сложный босс, а я, а я для себя вот сейчас, по крайней мере, точно понимаю, я ненавижу, когда в играх ультра сложные какие-то боссы, я поэтому не прохожу. О, смотри. Я ничего не делаю, подожди, он что-то сделает? Типа, я внимание, да, привлек? А, все, типа, попа, ну, короче, видите, они против меня, вот, кстати, менюшка, вот так выглядит, настроечки, вот, интерфейс, кнопки LR, вращение миникарты, громкость аудиоэффектов, вот, я, типа, сейчас понимаю, что Dark Souls, вот это не для меня, потому что там большинство игры из боссов просто состоит, вот, и поэтому, конечно, да, боссы меня очень жестко могут оттолкнуть вообще в играх, типа, сама игра может нравиться, но потом какой-то босс попавшийся, которого, ну, так тяжело реально валить, что, ну, и он нахрен. Понимаете, даже время показывает, сколько я играю, я 14 минут уже играю в игру. Ну, давайте теперь к следующей игре, думаю, перейдем, посмотрим, что там, там вроде Burnout дальше идет, ох, это будет вообще огонь. Мне даже интересно, как она будет выглядеть. Блин, ребят, чтобы вы понимали, вот в этой игре вообще не хочется выключать саундтрек, потому что он вообще один из лучших, который я слышал реально в гоночных играх. Я помню, когда я впервые ее на PSP себе установил, мне не сразу этот Burnout понравился, вот, мне почему-то Burnout Revenge, который вот, новее, чем вот эта часть, она мне казалась какой-то более графонистой, типа, более лучше, как-то там все дела, какой-то более атмосферный, но потом я что-то раз поиграл в нее, два, гонку, три, две, четыре, там прошел, короче, и она меня так затянула, и саундтрек вот этот, поначалу мне даже саундтрек как-то, типа, я не знаю, что-то слишком, ну, здесь один рок в основном, вроде бы, вообще, только рок, и вот он мне поначалу вообще как-то не особо, но чем дальше играешь, я, мне так композиции здесь вообще стали нравиться, и это действительно один из лучших саундтреков в гоночных играх, вообще в этой игре, Burnout Legends, вот, я знаю, что это, по сути, версия Burnout 3, Takedown, вроде, или как она называется, на PS2, которая была, это, по сути, переделанная для PSP версия Burnout 3, да, и сделанная, как Legends, типа, да, отдельная игра, здесь тоже есть саундтреки из Burnout 3, и в Burnout 3, есть саундтреки из этой игры, вот, и геймплей у них практически идентичный, как бы, да, только вот графика там отличается, и все такое, вот, но я тогда не был знаком еще с Burnout 3, хотя в PS2 я играл до того времени, конечно, но Burnout 3, именно, вообще в Burnout, и кроме Paradise, я не играл, вот, и как бы, я вот поиграл в эту игру, я охренел, я вот говорю, блин, так, не так хотелось бы вам сейчас саундтрек вот это показать, но мне пофиг на авторские права, что там прилетят, монетизация, не монетизация, у меня ее нет, вы знаете, я в России живу, как бы, на это пофиг, а то, что могут ролики из-за этого заблокировать, и как бы, я вообще не смогу вам туда показать вообще весь ролик, то вот это вот, как-то видите, вот, а так, да, тут просто сразу включаешь, какой-то вайп такой, вот, вот, раньше, блин, делали вот эти Burnout, крутые, а вот потом, когда вот этот Paradise вышел, сколько я тут Paradise не начинал, вообще такая, если честно, нет, по-своему, крутая игра, но она вообще просто очень любитель, а там опять же, открытый мир появился, и, получается, так, сейчас я выберу, так, гонка, первую трассу, так, машинки у нас, да, вот, давайте вот эту возьмем, сделаем ее, сделаем ее синенькой, вот, и я этот Paradise, сколько начинал проходить, вот, он как бы в открытом мире, и там, ладно бы он в открытом мире был, но там сделана так, каждая гонка, то, что ты сам себе маршрут простраиваешь, вообще, ой, подождите, что-то я сделал не то, так, давайте, перезапуск, вот, ребят, сейчас я немножко привыкну, что-то я это, и как бы, блин, вот это меня так бесило, то, что вообще, ты просто сам, вообще, у тебя нет никаких ограждений, ничего, ты просто едешь, куда глаза глядят, и тебе надо до финиша доехать, любым способом, и казалось бы, это оригинально, это круто, но мне это вообще дико не зашло, для меня это не гонка, а, что-то игра вообще какая-то дико громкая, у меня, так, сейчас я потише, вот так вот, хотя бы сделаю, вот, для меня это просто постоянное смотрение, тоже на карту, типа, было вообще, ну, ты не на гонке сосредотачиваешься, а на поиске маршрута, и, короче, это бред, мне кажется, в гонках, и вот, кстати, такая тенденция, все еще она идет, Need for Speed тоже эту тенденцию подхватили, потому что там разработчики из Criterium, которые делали Paradise, вот, то, что вот открытый мир тебе дают, и гонки, они без ограждений идут, Forza потом вот это тоже взяла, и ты вот едешь, и ты, тебе никакие ограждения не мешают, ты можешь хоть через лес там бывает проехать, главное, через контрольную точку проедь, где надо, и это тоже такой бред, то, что ты постоянно с трассы вылетаешь, мне это прям не нравилось, так, подождите, вот, у нас же еще есть ускорение, я вот это забыл, короче, ребят, видите, вот, играешь без музыки, ну, вообще не топ-альто, если бы сейчас тут Muzon играл оригинальный из игры, было бы просто топ, я вам отвечаю, вообще, кто не играл в эту игру, тут такой Muzon, вообще, лучшее, что я слышал, вообще просто, но, вот так вот едешь, как бы, но, все равно, ребят, классно, я говорю, чем дальше здесь играешь, чем вообще охранение, мне эта игра, Burnout Legends, стала даже напоминать, в какой-то момент, Need for Speed Hot Pursuit, знаете, вот, действительно, здесь вайбы такие вот есть, а почему эти вайбы, потому что здесь есть трассы, такие, короче, чуть ли не горные, которые тебе напоминают, там, типа, Тогу, трассы, вот эти вот, горные спуски, вот, что-то такое, они такие скоростные, безумные идут, и, как бы, вы скажете, то, что, причем тут Hot Pursuit, итогу, вот эти вот, горные спуски, а, дело было в том, что вот эти горные спуски, и не только, понятное дело, здесь куча трасс вообще разных, блядь, да ты задолбал, боже, свали уже нахрен, просто выбил мальца, вот, то, что здесь, ребят, есть, также, гонки за копов, здесь не только ты, вот, за нарушителя порядка гоняешь, тут ты за копов гоняешь, так же бывает против копов, копы за тобой, здесь вообще разнообразные режимы, очень крутые, и вот, я помню гонку, когда я вот вайп, вот этот, не Тверспит Hot Pursuit почувствовал, когда надо было за копой играть, и вот там вот такая трасса, горная, похожая очень, вот, она отдавала вайпам, атмосферой, антуражем, на как раз таки, на Hot Pursuit 2010 года, я прям тогда так офигел, я вот вообще, на тот момент, я еще больше этой игрой проникся, я думаю, блин, какая же офигенная, шедевральная, просто гоночная игра, ну, это было очень круто, вообще, охренительно, просто саундтрек, вспоминаю, с теплотой, и я говорю, я на свече, однозначно буду перепроходить эту игру, вот, надеюсь, конечно, точно еще не знаю, но вроде на свече, должны пьеспишные игры, реально, хорошо работать, вполне себе, адекватно, нормально, блин, это будет охренительно, реально, я на свече больше и буду играть, наверное, в PSP, в эмуляторы, а не в оригинальные игры, там, для свеча, да, которые выходят, вот, так, что, я вообще первый, да, я первый из четырех, но это первая гонка, типа, она легкая, вот, но, потом здесь, ребят, такие жопораздирающие гонки будут, я вам отвечаю, просто здесь, понятное дело, здесь каждая гонка, ее можно проходить практически, каждая гонка, ее можно проходить там, на бронзу, на серебро, либо на золото, и ты можешь сам для себя выбирать, ты можешь хоть на серебро пройти, у тебя все равно там следующие гонки, насколько я помню, опять же, они откроются, но мне было важно, вот, вот эти вот, золотые, вот эти монетки получать, и я, короче, я каждую гонку пытался на золото выбить, и, блин, это было охренительно, это, кстати, вот сейчас я только, о чем подумал, то, что это очень похоже на Drive Club, на Project Cars 3, который я просто безумно обожаю, там подобная система тоже была, ну, конечно, отличающаяся, но, что-то вот есть какие-то сходства, то, что у тебя, допустим, в Drive Club гонка, и у тебя три цели, которые надо выполнить, здесь, что-то типа того, но тут просто, типа, либо ты ее на золото проходишь, либо на серебро, либо на бронзу, и каждый, в принципе, результат засчитывается, но если ты хочешь, ты можешь попытаться выполнить гонку на золото, и, блядь, разорвать себе жопу, и в Drive Club, вот примерно так же было, то, что некоторые звездочки там, или цели, я не помню, там, вроде звездочки были, было сложно реально затащить, и ты мог их вроде не затаскивать, типа, чтобы следующая гонка открылась, она у тебя все равно вроде как откроется, но ты, как бы, можешь полностью там, на все звезды гонку не приходить, и вот тут что-то то же самое, но хочешь сделать себе челлендж, пожалуйста, играй на золото, вот это вот круто, я вообще вот такие гонки люблю, где тебе дают какой-то вроде выбор, и при этом, ты все равно, вот, где-то тебя внутри гложет, что, блин, нет, я хочу вот тут все на золото закрыть, вот, это круто, нежели, знаете, когда в какой-нибудь Need for Speed, вот играешь, допустим, Payback, там, Hit, да, классные Need for Speed, по-своему, но там, знаете, вот в чем проблема, там гонки стали, вообще, странными, в том плане, то, что вот выбираешь ты на карте гонку, ты до нее доехал, или там телепортнулся, ты ее прошел, даже если ты вообще там последний приехал, насколько я помню, по крайней мере, так это было, ну или не последний, допустим, ты ее на третье место прошел, да, но не на первое, у тебя все равно просто галочка ставится, что ты, у тебя эта гонка пройдена, и ты, допустим, ты неделю не играл, но ты хочешь игру там вообще на первые места, да, проходить, ты там прошел на третье место гонку, ушел на неделю, не играл, потом возвращаешься, смотришь, у тебя гонка там, галочка стоит, но ты даже не понимаешь, на какое у тебя место была затащена гонка, это вот прям проблема последних NFS, которая меня вообще бесила, 2015, Payback, вот как вообще можно такую систему делать, когда ты не чувствуешь какую-то вот внутреннюю прогрессию каждой гонки, а вот здесь, вот в подобных играх, блин, ребят, что-то вообще у меня темень, я сейчас, наверное, пойду свет включу, вот, ты не чувствуешь прогрессию, а вот в таких коночных играх, как Drive Club, Burnout, вот это классно сделано, Project Cars 3, ты вот эти вот звездочки закрываешь, и по кайфу, сейчас вернусь, так, сейчас, ребят, освещение поменяется, потому что, блин, я включил свет, он у меня очень желтит, потому что лампочка такая вот убогая, надо будет потом купить белую ее, вот, и в общем-то, да, Burnout Legends, вот такой вот офигенный, вот, и еще прикольно, то, что здесь в конце каждой гонки, вот тебе опять же звезды дают там за вынос машины, за вынос после касания, выносов за гонку, вообще 5, допустим, ты выполнил, тебе звездочку дадут, и ты можешь каждую гонку, как я понимаю, вот эти звезды по желанию закрывать, если ты хочешь, и, блин, это дополнительный челлендж, дополнительный какой-то кайф, вот это круто, вот так надо гонки делать, блять, чтобы в них интересно было играть, они, я не знаю, как в последнее время он гонки делает, вообще просто непонятно, там, The Crew 2, вот этот, The Crew, Motorfest, это тоже, блять, вообще, боже, классные тоже по-своему гонки, но в плане прогрессии, Forza Horizon, боже, какое-то дерьмище, это вообще просто отрыжка мамонта, вообще, не играйте в эти гонки, это просто не стоит, ребят, он лучше, вот реально, вот эту закачайте, эмулятор, PSP, вот эту игрушку, кайфаните, блин, вот это реально, это действительно легенда игра, Burnout Legends, легенда, так, что вам еще такое показать, здесь есть дорожный гнев, там выбивать нужно противников, горящий круг, это гонка на время, гонки на время, здесь просто, пиздрикс, вообще, они здесь настолько сложные, здесь порой секунда в секунду, надо приезжать, я помню, я тоже прям, волосы на себе просто вырывал, ну давайте вот попробуем на время, или лучше с выбиванием сделать, мне кажется, с выбиванием вам будет интереснее посмотреть, блин, такс, ну давайте другую выберем, вот, вот эту вот, в принципе, классно выглядит, так, красненькая, поехали, да, вот, ребят, вот такие вот гонки, вот раньше как-то, блин, делали крутые игры, какие-то идеи новые, классные, сейчас вот, лишь бы открытого мира навалить, даже вот про гоночный жанр, если говорить, разработчикам лишь бы побольше открытого мира навалить, какого-то контента сомнительного в виде всяких, блядь, я не знаю, там обвесов, хуесов, всяких, выхлопных, ой, не выхлопных газов, как они называют, скажите там, дымов из-под колес, там новых сделать, боже, до чего, блядь, дошел прогресс в гонках, что они дым разный делают, из-под колес разного цвета, но это уже вообще пиздец, я никогда вот этот дым, вообще, другого цвета, кроме как оригинального, нормального, серого, там, черного, я не ставил вообще, ни в НФС, ни в Закрю, там вроде вот можно ставить такой, это бред, все вообще, просто для реально каких-то извращенцев, гонщиков, и оперный театр, время для столкновений, вот, такие дела, а здесь все было просто, у тебя есть гонка, у тебя есть машина, трасса, время, либо твои противники, соперники, да, вот, и ты их вот так выбиваешь, блин, используешь нитро в нужный момент, здесь нитро, кстати, вообще спасает, и вот здесь, если правильно накопить, оно у тебя более такое, становится более ярост, яростное это нитро, блин, а это, это просто охренительно, ты вот действительно в гонку погружаешься, а не какие-то финти, ну, не ради финтифлюшек, каких-то непонятных играешь в ниги, там, опять же, в виде, блядь, дыма разноцветного, вот, кто согласен, опять же, ставьте лайк, ребят, если вы еще не поставили, вот, будет интересно, сколько, сколько людей со мной согласны, тактика, вау, капец, блин, ну, без музыки, конечно, вообще нет, вот, да, вот с музыкой, когда я буду играть, боже, это будет такой кайф, не, ну, на самом деле, очень радует, что вообще, вот, настолько приятно в PSP играть, в 1080, в вообще качестве, в 4К, там, наверное, вообще пушка, бомба, вот, несмотря на то, что здесь такие, вообще, текстурки, вот это вот все, но геймплей тащит, вот геймплей тащит, и ты просто, я вообще, чтобы вы понимали, вот, про эту графику, не самую крутую уже, да, супер устаревшую, я, тащит, здесь приятно, машинка, еду управлять, хоть и да, здесь вот в этом бернауте, такое вообще, управление примитивное, машинки, ну, и посмотрите, просто, ты вот ей болтаешь, ее там может занести, да, немножко так как бы, ну, и немножко здесь, на дрифте тоже очень много, можно, поворотов хорошо проходить, реально быстро, вот, но факт в том, что физика, прям, чересчур аркадная, просто аркадней, блядь, придумать сложно, и это все равно, классно играется, это классно играется, ребят, только сейчас, кстати, заметил, что у меня она уже на Xbox, сэнгипаде, кнопка A, начинает это, вдалбливаться, залипать, короче, ну, в том плане, то, что вот она, она прям, обратно не возвращается, да, и это плохо, надо новый геймпад, будем покупать, вот, я, я даже не понял, прошел я гонку или нет, у вас новый снимок для фотоальбома, вон, какие-то снимки, блин, это круто, но это бернаут, он действительно вот так вот, даже бернаут 3 тейкдауна, он вот так вот строился, вообще так игрался, блин, это круто, ребят, ладно, давайте перейдем к следующей игре, потому что здесь на бернауте тоже, наверное, можно долго просидеть, вот, а, кстати, погоня, подождите, а давайте погоню еще глянем, вот, напоследок, полицейская машина, ну, я это вам обязан показать, давайте вот эту еще гоночку пройдем, и пойдем в следующую игру, ударить целевую машину, пока они не ушли, за 2 минуты на, на золото, ну, давайте пробуем, ну, ребята, вот смотрите, здесь даже это так же сделано, как сделали критерионы в этом, скажите, я скажу, в ход пурсюте, ну, понятно, почему здесь вайбы ход пурсюте есть, потому что разработчики те же вроде, да, там же так же гонки с копами, ой, начинались некоторые, то, что стоит у тебя полицейская машина, проезжает какой-нибудь гонщик, и ты начинаешь за ним погоню, блин, это круто, это не просто бернаут, это, реально, это как будто ход пурсют на PSP, это вообще просто топ, просто топ, ребят, это однозначно нужно перепроходить вообще, и допроходить лично мне, потому что я ее так и не допрошел, ну, смотрите, я его выбил нормально, и это, ребят, лишь одна из машин, этих, полицейских, вы не думаете, что здесь на такой тачке только полицейской, будут погони, нет, тут реально такие суперкары будут охрененные, вообще тоже, типа как на ламбу похоже, знаете, короче, я говорю, здесь прям разнообразие по машинам тоже классно, и у тебя тоже вот эти машинки постепенно открываются, прогрессию ты чувствуешь, что, блин, тебе дают какие-то классные, действительно интересующие тебя награды, вот, я говорю, не гребаный вот этот дым там, да, не какие-то подсветки там, неоновые, выявляю, а вот тебе дают машины, машины, блин, и это классно, ну, единственное, да, здесь вроде закопов, ты машину, не помню, можешь выбирать или нет, или у тебя просто на каждую гонку дается, какой-то аппарат, ну, все, я его вырубил, на золото, а прикиньте, как это под музыку круто будет, блин, просто вот, просто ручая себя под музыку, это просто бомбезно, такие дела, переходим к следующей игре, друзья, ребята, охренеть, я только сейчас офигел, насколько Dirt 2 офигительный на PSP, вот, я ее полностью проходил, это вот та игра, которая полностью у меня была пройдена на PSP, она короткая, вот, ну, я сейчас вот включил, я охренел, вы просто посмотрите на это, ну, вот, сделаешь профиль, да, они даже менюшку сделали примерно так же, очень похоже, как в оригинале, ну, да, конечно, не прям оригинал, но, блин, офигенно, вообще, мультиплеер, синглплеер, короче, ребят, чтобы вы понимали, Dirt 2 на PSP, я не знаю, все, кого я знаю, ее срут прям, то, что, блин, это вообще не Dirt, это фуфло, короче, вообще, прям людям не нравится, а мне понравилось, я ее полностью прошел, и я помню даже, что я, в принципе, кайфанул нормально, в конце она даже немножко такая сложноватенькая оказалась, тоже там некоторые гонки прям, ну, если все на золото выбивать, прям сложновато казалось, мне, я помню, прям понравилось, нормально, покататься для PSP, для портативки вполне себе можно, не самая плохая гонка, но, блин, скольких я знаю, вот, недавно MSX Max сделал ролик, он ее вообще засрал, сказал, что вообще не тратите на нее время, я прям вообще его не понял, кстати, у меня сейчас на эмуляторе здесь, именно ролики у этой игры почему-то тупили, вот, не знаю почему, хотя, игра, а, игра, вроде нормально идет, игра даже очень хорошо идет, вот это радует, а ролик, да, ролики сейчас вообще прям тупили, вон, вы посмотрите, классная физика, да, графончик, конечно, но, графончик даже хуже, чем в Legends, по ощущениям, хотя, он не самый плохой, посмотрите, физика, ребята, это плохая игра, Max MSX, ну, Maxon, блин, я, конечно, я нормально к тебе вообще отношусь, и вообще без претензий, но, тебе серьезно это не понравилось, вы посмотрите, ребята, у машины подвеска играет, все круто, смотрите, здесь тормозить, надо подтормаживать, это хреновая гонка, у меня язык не повернется сказать так, ребят, если хотите, ну, вы будете играть на PSP, да, хотите там гонки заценить, попробуйте эту игру, она классная, вообще никого не слушайте, сами попробуйте, офигенно просто, вы посмотрите, я, конечно, уже первый еду, вообще, что-то челики куда-то делись, но, блин, это просто очень круто играется, мне такой рейсинг, по бездорожью, вполне себе, я даже в шоке, честно, я думал, может нет, тогда действительно, показалось, что это неплохая игра, ее полностью прошел, но сейчас, играя даже на эмуляторе, видя вот эту всю графику, размытую, здесь даже что-то освещение, смотрите, они попытались сделать, видели, сейчас такая дымка, такая освещенная появилась, бом-бом-бом, видали-видали, смотрите, какие эффекты освещения, это просто, бом-бом, посмотри, ее подзаносит, честно вам признаться, очень сильно, физон напоминает, оригинальный, дёрд второй, понятное дело, дёрд второй, оригинальный, он намного сложнее, по физике, но здесь, она вот, очень напоминает, но она, при этом, очень упрощенная, такая вот, ну, реально, портативная версия, но она крутая, это круто, ребят, это топ, ну, пока что, да, конечно, боты, вообще, но это пока что, насколько я помню, реально, там потом, чтоб на золото победить, там боты прям будут, ну, нормально так, задалбливать, моё почтение, я просто не ожидал, что это такая крутая игра, и, слушайте, я ее хочу перепройти, реально, на свече я по-любому буду перепроходить эту гонку, мне пофиг, что там, кто что говорит, что это фуфло какое-то, даже звук двигла классный, он, он очень неплохо сделан, по сравнению, то, что сейчас Burnout Legends, было в плане, звука двигателя, здесь он сделан, просто феноменально, не, вот, Максончику, конечно, вообще нормально, действительно, отношусь, это вообще, как бы, у меня с ним, нормальные взаимоотношения, все четко, охренеть, здесь даже музыка есть, и че, реплей можно глянуть, этот трек, просто охренительный, я вообще обожаю его, Dirt 2, когда я играл впервые, я от этих треков, тоже просто, до мурашек, и здесь, то же самое, здесь, под реплеи, эти треки играют, вы посмотрите, крутые реплеи, это плохая игра, Макс, я вообще, с тобой не согласен, вообще, Васек, ты тоже говорил, ты тоже говорил, что такое себе, где, это просто, вот, это топ, вообще, первая же гонка, мне показала, насколько это классная игра, э, я че, не прошел, нет, я золото, а че, подожди, ворлд тур, а, так тут же, да, э, ничего не понял, подожди, а, вот, нихрена тут гонок, ты, слушайте, их немало, офигеть, на хаммере, ну, мы ее долго смотреть не будем, а то сейчас гонок слишком много будет, давайте еще вот эту вот гоночку, прям, для наглядности, и, все нормально, о, тут прям, наверное, совсем бездорожью, чисто будет, так, сейчас посмотрим, как, управляется пикап, здоровый, вот, ну-ка, ну, он помедленнее, гораздо, понятное дело, охренительная, просто, портативная физика, вообще, для портатива, просто, блин, ой, а че такое, почему, почему, она так в сторону, блин, подвеска, просто шикарно отыгрывает, я не ожидал такого от PSP, я думал, я вообще, забыл, что здесь, реально, такая, прикучая, подвеска, классная, в игре, хорошая, я думал, здесь гораздо все топорней будет, и я, я реально сейчас садился с мыслями, что вот я ее тогда вроде прошел, этот Dirt 2 кайфанул, а сейчас я так разочаруюсь, что, блин, какое-то реально дерьмо, как я мог это пройти, а я в итоге сижу и восторгаюсь, что это реально крутейший Dirt 2 на портативке, я вам больше скажу, это круче всяких мобильных гоночек, которые сейчас вот выходят на мобилках, ну, бредятина всякая, я в основном те вот всякие таполки, не таполки, там вот асфальт этот девятый, странный какой-то, восьмой был классный, кстати, вот восьмой даже хочу, не знаю, я хочу, чтобы восьмой полную версию выпустили, без всякого доната, чтобы его можно было от начала до конца пройти, как это делали, я не помню, с какими-то играми так делали, вот, и это было вообще круто, я бы с удовольствием асфальт себе купил бы, закачал, поиграл, на свече бы он еще вышел, уу, ребят, ну вообще кайф, я не знаю, да, тут порой, ну, эффектиков не хватает каких-то, ну, это портативная игра, какие эффекты нахрен, здесь вон из-под колес дым хоть какой-то идет, это уже радует, что еще нужно, мать его, я не знаю, по-моему, вообще просто подвесочка, фу, фу, отыгрывает, да, я в шоке, я в шоке, я рад, что я эту игру снова заценил, и вообще спасибо этому эмулятору, что, блин, он мне снова показал, тем более в таком качестве, он вообще просто, лесенок практически нет, в 4К вообще лесенок, считайте, не было тут, но, блин, в 4К, я боюсь, что у меня реально компьютер вспыхнет, нахрен, не, ну, конечно, наверное, нет, но тут игра бы, наверное, медленно очень шла, пришлось бы пропуск кадров делать, хотя я реально могу в 4К на своем телеке запустить, посмотреть, ну, ребят, реально, этому эмулятору 4К не нужен, потому что, ну, зачем, я понимаю, еще в PS2, в 4К поиграть, еще можно, PS1, там, музычка, блин, меня, конечно, из-за нее забанят, ребят, давайте лучше не будем, это очень круто, Dirt 2, просто must have, лишь бы у меня за эту музыку, видос не заблокировали, давайте перейдем к следующей игре, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok